Итак, начнём раздел «Женщина и война». У нас две лекции. Первая часть и вторая. «Женщина и война», то есть женщины, которые находятся в условиях войны, в условиях военного времени. Насколько женщине это сложно, как люди это переживают, реальные истории, и плюс разница менталитета восточного и западного. В случае Чечни и Десятилетней войны Чечня является уникальным местом на тот момент, поскольку западный и восточный менталитет там пересекаются. Вот такое пересечение, перекрёсток миров, когда люди с разными культурами долгое время, десятилетия, столетия жили рядом, соседствовали. И культуры смешивались, и вот такое восприятие. Ну, если говорить очень кратко, то западный и восточный менталитет, они изначально очень разные. В западном менталитете есть догмы, есть вера, не требующая доказательств, и сводится тоже восприятие учёных, мудрецов, как людей логики, ума, просвещения. На Востоке это другая практика. На Востоке каждый в своём деле, мудрец, полководец, воин, он должен доказать своё право быть первым, быть лидером в своём деле. Мир Востока очень изменчив. Многократные события, которые повторялись много раз, доказали это. И медитации, в которые впадали мудрецы, разные учёные, которые делали такие вот открытия, которые потом видоизменялись. Также и учения, и зарождение религий. Это всё очень плавно, очень меняется, всё это связано непосредственно с бытом, и нет каких-то особых символов. Например, перед женщиной на Востоке, как перед некой святостью, чтобы женщина влияла на народы, на менталитет. У женщины всегда роль второго плана. Однако в западной культуре и в западном менталитете к женщине другое отношение было изначально. Хотя власть мужчины очень-очень долгое время, она была неоспоримой. И там, и здесь, как говорится, и в западном, и в восточном мире, и, соответственно, в менталитете. Например, на Востоке женщину никто не стал бы пропускать вперёд или каким-то образом стараться ей помочь, если она несёт, допустим, тяжести. Потому что муж должен идти на несколько шагов впереди, защищать её от опасности. Так сложилось в древности и так далее. В западном мире, несмотря на некое преклонение перед женщиной как перед матерью, как перед символом в некоторых народах и странах мудрости и так далее, тоже мужчина занимал главенствующее положение. А вот течение феминизма и равноправия, которое имеет место, особенно в последнее столетие на Западе, они привели к тому, что восточные мужчины считают западных мужчин ещё слабее, чем женщин на Западе. То есть утратили всяческое уважение. А западные женщины, ну тоже восточным менталитетом и мужчинами не принимаются как равные. То есть то, что они хотели достичь, то, к чему они стремились, на Востоке, в восточном менталитете высмеивается, укращается, уничтожается, буквально искореняется. И даже такие женщины бывают убиты, которые требуют равных прав соблюдения с мужчиной, что-то на равных решать или быть на каких-то должностях и так далее. То есть вот такой восточный мир. И, соответственно, когда военное положение, то ведь это всё усугубляется. И традиции верования, учения и то, что разный подход менталитетов, это всё, разумеется, влияет на женщин, на девушек, на девочек, которые находятся в военной зоне. Ранее мы говорили о детях, о том, как дети в разном возрасте реагируют на военные события, каким образом можно им помочь, как следует себя вести. Вот будем говорить про женщин, про их типы и также то, что женщины в военной зоне, некоторые стараются всячески покинуть военную зону, становятся беженками где-то в других краях, либо защищают свой дом, свою семью по мере сил. Даже если женщина под обстрелом идёт за водой, оставив детей, мужа, братьев дома, она рискует с собой для того, чтобы в случае её гибели или ранения, те, кто сильнее в общине, защитили детей потом. То есть она рискует с собой ради, казалось бы, более сильных в своей семье. Или идёт на рынок под обстрелом что-то продавать или менять. Вот сколько таких случаев было, когда оставили младших детей на родственников, а сама женщина пошла рискуя с собой. То есть это вот такой подход, когда женщина жертвует собой ради спасения своей семьи, своих детей. Причём это ведь всё происходит в стрессе, в постоянном страхе за свою жизнь. И взрослый человек, взрослая девушка, взрослая женщина, она осознаёт, насколько много рисков в военной зоне. А маленькая девочка, допустим, она даже и не понимает, что взрыв, что нужно спрятаться и так далее. То есть дети очень... Если мальчики склонны к тому, что оружие, реагировать как дядя, как папа, то девочки... Вот если мы берём Чечню, это ведь всё-таки восточный край, где большее влияние востока, они всегда берут пример с бабушки, с мамой, с тётей, со старшей сестры. И они даже не имеют таких навыков, как игры в войну, как знание, что делать в опасности. И поэтому я, насколько припоминаю, вот детей, которые были ранены, девочки были чаще подвержены угрозе. Именно в случае снарядов, бомб, выстрелов, они совсем терялись, особенно в начале войны, и не понимали, что происходит, куда бежать, или нужно, наоборот, падать и так далее. Они в более уязвимом положении. И вот не все, конечно, женщины идут путём того, чтобы каким-то образом свой стресс, свою вот эту внезапную плаксивость, агрессию, гормональные взбои, чтобы каким-то образом контролировать. То есть у них это выходит из-под контроля, они начинают срываться. Вот есть очень много примеров этому. Вообще из боевой зоны, когда люди выбираются в мирные регионы, в другие страны, в европейские в том числе, то выясняется, если взять одинаковое количество мужчин и женщин, то у мужчин процентов на 20 всё-таки меньше развит вот посттравматический синдром и другие травмы. Хотя они есть у всех. То есть женщина, она более подвержена всему этому. Есть женщины, которые идут воевать, сражаться, и они ведомы долгом. И так было и в древние времена, и так было вот на Чеченской войне, и так же и в Украине, так же и в Сирии, и в африканских странах. То есть всюду-всюду-всюду. Женщины, которым говорят, что ты должна, ты, значит, пойдёшь воевать. И есть те, кто, да, вызывается и даже идёт сам. Вот у меня запись из чеченского дневника. Это 1995 год, когда мне 10 лет. На остановке «Нефтянка» видели девушку-чеченку с рыжей косой. У неё на голове зелёная лента, в руках маленький автомат. Девушке лет 16. Она воюет за Грозный. С ней был мальчик, младше неё, наверное, брат. Дед на остановке сказал, она защищает родину, ты подрастёшь, и ты будешь. И показал на меня пальцем. А мама сказала, красивая девушка, дай бог удачи. Рыжая покраснела и ушла. Ещё я узнала, что маленький автомат называется тюльпан, совсем как цветок. Еды нигде нет, хлеба нет. Баба Нина раздобыла капусту. Мы едим капусту. Мне скоро 10 лет. Поля. Ну вот так дневник мы закрываем. То есть какая-то девушка лет 16. Это начало Первой Чеченской войны. Пошла воевать. У неё уже есть автомат. Она умеет стрелять. Я думаю, что где-то в каком-то отряде были её братья, отец, и взяли её с собой. Вот по каким-то причинам. Причин может быть много разных. Мама, допустим, её не живёт с ними. Дети по традиции были отобраны родственниками отца и отцом. Её почему-то до сих пор не выдали замуж. Наверное, вот-вот должны были бы, но тут война. И поскольку старших женщин, бабушек, тётушек вывезли в беженцы, она же не может оставаться в доме одна. То есть, а вдруг кто-то покусится на её честь и так далее. Тогда мужчинам нужно искать, кто это сделал, и убивать этих негодяев, и лишать жизни саму девушку, потому что это страшный позор. Поэтому они решили... Это вполне вот такая реальная история с войны. Ну, не конкретно по этой девушке, но я предполагаю, что так, да, могло быть и с ней. И они оставили её на виду. То есть, они её взяли в свой отряд. Возможно, в дальнейшем отправили в Ингушетию, в Дагестан, то есть, куда-то вывезли. Но вот на какой-то момент не было рядом старших женщин, и мужчины, когда пошли воевать, они взяли с собой и девушку. И вот она с братиком нам встретилась, а братик ещё младше неё. Это, видимо, какой-то из мужчин её рода. Потому что девушка одна даже по улице не должна идти, и, соответственно, с ней был мальчик. Конечно, во время войны это такая ситуация, когда женщины переживают и страх, и тревогу. И ведь ещё все эти виды крови, разорванных тел, убитых людей, убитых животных, женщинам очень свойственно возвращаться к этим картинкам, которые они увидели, и их память запечатлела, и потом прокручивать. То есть вот это вызывает ещё дополнительный стресс ко всему, что происходит. При этом очень у каждой женщины, у девушки чувства неразвиты так, чтобы понять и осознать своё место в мире войны. Обычно это всё смешивается, потому что накладывается через призму истории её близких. И женщине свойственно обычно жертвовать собой, и поэтому её чувства, они к самой себе очень размыты. Она не понимает того, что нужно требовать для себя, или желать для себя. Обычно она думает о ребёнке, о соседке, о родителях, о родине, о том, как добыть еды и покормить и своих, и по соседству, и вот там ещё отнести кому-то. То есть она находится в такой ситуации, очень, я бы сказала, напоминающей лимб, из которого вырваться очень-очень трудно. То есть она находится в ситуации постоянного повторения определённой истории, из которой она выйти, в общем-то, самостоятельно не может. Для этого какой-то очень сильный характер должен быть и совершенно такая личность, которая ломает стереотипы, то есть совершенно другой невосточный менталитет. Это вот на границе восточного и западного менталитета, ближе к западному, когда, допустим, какая-то женщина собирает сумку и говорит, всё, я не останусь в военной зоне, я буду уходить пешком из неё, берёт детей и под обстрелом куда-то идёт. Но я скажу, что общество в целом не одобрит такого поведения. Если западные люди, и в том числе во многих русских регионах, они привыкли к тому, что человек может принимать самостоятельные решения, то в восточных культурах, в том числе в республиках Кавказа, женщина не имеет права принимать никакого решения. Она делает так, как ей сказали старейшины рода, мужчины. Даже если рядом вдруг нет мужчин её семьи, то ближайший сосед, глава семейства, ей говорит, он требует или он указывает ей, что делать в данный момент, уезжать или оставаться, идти в подвал, как прятать детей, основываясь на праве мужчины. То есть направим мужчины командовать и распоряжаться женщиной. Женщины всё это позволяют и считают, что это таким образом проявляется защита, то есть беспокойство о них и о их семье. Если рядом нет мужчин их семьи уж по какому-то случаю, по какому-то поводу что-то случилось, не смогли вовремя оказаться дома. И конечно чувство страха, агрессии, раздражения в женщине во время войны нарастает, а саморегуляция и умение контролировать свои эмоции наоборот притупляются, потому что требуется энергии и вот этому перевозбуждению психики выход, а его нет, потому что получается как будто сжимается пружина и это давление все больше и больше и больше давят не только традиции, отсутствие коммуникации, еды, ранения у близких или у женщины у самой, но еще и вот это обстоятельство, когда за нее прежде все решали, а здесь война и здесь настолько события смутные, настолько смутное время и настолько эти события чередуются и сменяют друг друга со страшной скоростью, что ей нужно принимать самостоятельные решения, к чему восточная женщина не привыкла, а западная женщина, несмотря на то, что в данный момент вот эти все права якобы равны, она тоже насколько я видела женщин в войну, она теряется и она не знает что делать и все равно ждет мужчину на помощь отца, брата, мужа, друга, кого угодно и в этот момент она тоже нуждается очень сильно в помощи, восточная женщина она просто привыкла, что ей говорят, что нужно делать и конечно любая женщина она прежде всего заботится о жизни, о мире, это изначально ей дано, но вот во время войны случается диссонанс, потому что нужно пойти найти курицу где-то, возможно чужую, возможно украсть, убить эту курицу, принести детям, так, чтобы не отобрали какие-то люди, которые могут наброситься и просто отнять ее по дороге и очень много самых разных ситуаций, в которые женщина попадает. Разумеется, что более всего помогает это самопомощь, то есть помоги себе сам. Это техники дыхания, это кто умеет медитация, релаксация и неважно летит в твой дом бомба, ракета или нет. То есть это важно с точки зрения поддержания физической оболочки, потому что человек просто исчезает из нашего мира. А вот с точки зрения психики нужно себя настраивать, что вот пять минут уделить дыханию, пять минут уделить какому-то ритуалу, молитве, песне, разговору с ребенком, считалочке, чтобы психику привести в норму. Поэтому вот людей, которых я встречала, самые стойкие, которые выжили в катастрофах, при землетрясениях, в странах, где ужасающие казни, там кого-то казнили из их близких, на войнах. Это были женщины, которые придумали себе такой ритуал, он может быть у каждого свой, или хотя бы техника дыхания в течение нескольких минут определенная. И таким образом восстанавливались в моменты наиболее тревожные, наиболее страшные, которые затем, разумеется, вся эта тревожность, весь этот страх, они давали толчок к развитию посттравматического синдрома и личностной тревожности, и очень долгих, достаточно глубоких травм, впоследствии депрессии и так далее. Но вот тот, кто занимается самоврачеванием, кто дает себе установку на определенные ритуалы, молитвы, песни, считалочки, стихи, там под бомбами, я, например, цитировала Гумилёва. И поначалу люди, которые меня окружали, дети, взрослые, тряслись от ужаса. Некоторые даже начинали на меня кричать, что очень агрессивно, потому что вот эта агрессия, вот это перевозбуждение, гиперактивность начинается, постоянный вброс адреналина, психика с этим не справляется, нервная система с этим не справляется. И на меня начинали кричать, что да зачем, да что это за стихи, да что это за Гумилёв, да к чёрту это всё, мы сейчас умрём, умрём, прям паника, крики, кто-то вообще начинал об стенку головой биться, я видела нескольких чеченских женщин, которые при мне бились головой об стену, при этом обычные люди без каких-то психических отклонений до войны. но затем монотонный голос, несмотря на то, что конечно это перебивается взрывами, залпами, бомбами, разбитым стеклом, падающей частью стены, всё равно некоторых приводил в чувства, они даже за мной начинали что-то повторять и вслушиваться, и я видела, что да, вполне легче переносить всё, что с нами происходит. Поэтому здесь главное, чтобы либо человек сам мог регулировать этот процесс во время вот этих страшных атак и во время близкой к смерти, то есть ощущения близкой смерти, либо кто-то находился рядом, кто может помочь. Ну, как говорится, когда хороший друг, это прекрасно, или мама, или сестра, или кто-то, но если этого нет, если человека такого рядом нет, то нужно брать ситуацию в свои руки и, как говорится, спасать самих себя. Что касается вот таких перекрёстков миров, как Чечня, то в восточном менталитете ещё в западном это тоже имело место, но со временем всё-таки сместилось в восточной, развитые оговоры, то есть оговоры против женщин. И женщины очень боятся во время войны, ведь даже те условные законы, которые действуют в мирное время, они перестают действовать во время войны. И соответственно, если кто-то обвинит женщину, оговорит женщину, придумает заведомые байки и ложь в отношении её личной жизни, либо оговорит её, что она взяла что-то у соседей, потому что все двери открыты, от взрывов вылетают окна, стёкла, часть стен. Некоторые люди вот у нас в дворе занимались мародёрством, они просто сбивались в огромные стаи, причём такие мультикультурные и многонациональные, чеченцы, ингуши, русские, армяне, евреи, не все, вот определённые люди, республика многонациональная и так далее, так далее, так далее. И вот не чеченцы вместе с чеченцами, которые остались воровать и мародёрствовать, пьянствовать, потому что война всё спишет, вот были в таких бандах, что они только не воровали, они воровали и пылесосы, и посуду, и лазили по трупам, они искали, у кого золотые зубы, потому что в советские времена были такие коронки из золота, то есть они забирали плоскогубцами, вытаскивали у покойников зубы, их не страшило, что трупы минируют, и очень часто трупы взрываются, то есть это такая игра у военных, когда в военной зоне они минируют трупы, и очень часто, когда Красный Крест, медсёстры, особенно в начале Первой войны у нас в Чечне, пытались приблизиться к покойному, к убитому человеку на улице, осмотреть, вдруг он ещё жив, это ведь непонятно сразу, особенно после взрывов, и помочь, допустим, захоронить, если они видят, что это труп, то этот труп взрывался, и это знали все, это было в каждом районе, на каждой остановке, такая история пересказывалась, как говорится, по внутреннему радио, по внутреннему такому местному телефону, когда друг другу все всё рассказывают и пересказывают, что где произошло, но мародёров это никак не останавливало, абсолютно, им было всё равно, я, наверное, целую лекцию посвящу, почему люди становятся мародёрами, потому что я имела возможность их опрашивать, это были ближайшие соседи, и я говорила им, например, женщинам, чеченкам, и женщинам из Дагестана, и русской женщине, которая там же была, то есть видите, как много разных там национальностей, что зачем вы воруете посуду, зачем вы воруете книги, вот вы сейчас из этой квартиры вынесли мешки, занесли в дом напротив, свою квартиру, то есть они воровали в нашем доме, они, кстати, нас обокрали, у нас, когда меня и маму, значит, российские военные выгнали на зачистку из дома и ближайших соседей, то вот эта группа мародёров, они подружились с российскими военными, вот эти две женщины из Дагестана, из чеченского села и русская женщина там же местная, они с ними выпивали вино, катались на БТРах и проговорились потом, что пришли в нашу квартиру и вот старинные книги, у нас была еще очень старинная икона, ей там еще прапрабабку венчали, и вот все, что они нашли, они тоже украли, прямо из нашей квартиры, и вот когда еще эта речь была не о нашей квартире, я потом вообще перестала с ними общаться, поняв, что там, но это люди буквально пробившие дно и не имеющие никакой моральной составляющей и нравственности, но вот до этого, когда они грабили пустые квартиры без людей, люди просто выехали, сбежали, и осталось несколько семей на огромный двор во вторую чеченскую войну, и я им объясняла, что вы берете с одного дома этим женщинам и несете в свой напротив, и снаряды попадают и туда, и туда, потому что снаряды попадают по домам, и вы просто берете на себя грех, позоритесь перед людьми, перед Богом, перед людьми, перед всеми, а какой же в этом смысл, если мешок с вещами сгорит не в одном доме, а в другом, когда попадет в него снаряд, потому что снаряды падают, потому что люди гибнут каждый день, и они мне на полном серьезе, мне тогда было 14 лет, а им было 35, 40, 50, вот такой возраст, то есть они были в три раза старше меня, примерно, в два с половиной, три раза старше меня, эти женщины, они мне объясняли, что ты не понимаешь, мы делаем хорошее дело, все равно эти вещи могут сгореть, а мы их заберем себе, мы их потом продадим, это же буквально смысл жизни, мы спасаем эти вещи, мы вытаскиваем их из руин, из чужих квартир, мы спасаем золото, ведь его захоронят вместе с трупом в зубах, а зачем трупу золото, ведь оно ему же уже не надо, а мы живы, мы сейчас в этой реальности, в этом мире, и нам это золото понадобится, и нам эти кастрюльки понадобятся, и нам эти книги понадобятся, мы будем ими торговать, мы будем жить хорошо, и у них был такой настрой абсолютно позитивный, то есть они искренне считали, что они делают благое, правильное дело, обнося чужие квартиры, и лазя по покойникам, ища драгоценности, золотые зубы и так далее, и я этого не могла понять, потому что для меня война показала совсем другую сторону, люди смотрят на одно и то же и видят это по-разному, я наоборот увидела абсолютное, абсолютное ну, неважность вот вещей, то есть вот это абсолютная ничтожность вещей, которая, да, нам нужна ложка, нам нужна какая-то тарелка, наверное, чтобы поесть, в принципе, мы и ладошкой можем набрать воды и выпить воду из ручья или там дождевой воды собрать, в принципе, воровать чужую чашку или брать чужую чашку не имеет смысла, зачем тебе это нужно делать, мы приходим в этот мир без вещей, мы уходим из этого мира без вещей, и я пришла наоборот к другой истине, что если человек ко мне подойдет и что-то попросит, скажет, что ему нужно, то я ему отдам, потому что, например, мне не нужно две куртки, если идет дождь или снег, мне нужна только одна, и я лучше отдам, если кто-то нуждается, то есть мне война показала наоборот суету сложность этого мира и того, что цепляться за вещи совершенно глупая и никчемная затея, а людей, которых я опрашивала и которые занимались мародерством по нашему району, там в центре города, они все время ходили, что-то выискивали, им война показала другую сторону, что война все спишет, что они останутся безнаказанными, что можно поживиться, можно жить богаче, чем они жили до войны и так далее, и соответственно, когда война, где бы то ни было, вот процветают оговоры, то есть, например, какая-то женщина, она ведет праведный образ жизни, очень порядочная, скромная, и тут кто-то решил, у нас был такой случай прямо в нашем дворе, позарился на ее квартиру, то есть, решил забрать ее имущество, и тут начинаются оговоры, что эта женщина-колдунья, на востоке это до сих пор работает, в современной Чечне при Рамзане Кадырове построены целые центры по изгнанию джинов из человека, такие центры есть и в Подмосковье, насколько мне известно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге уже есть такие центры, поэтому сказать, что а кто в это поверит, да поверит кто угодно, толпа любит забавы, раньше с каким энтузиазмом люди бежали смотреть, как сжигают ведьму, как топят ведьму, как ее пытают, до сих пор непреодолимая тяга посмотреть фильмы, например, на эту тему, это же так интересно, особенно, если написано, что основано на документальных событиях, да, вот кого-то сожгли, кого-то расчленили, верили, что в нем злой дух-то живет, и во время войны абсолютно реально в нашем мире процветают оговоры, что вот эта женщина-колдунья, надо ее убить, вот гадала на картах когда-то много лет назад, у кого-то что-то сбылось, а ведь у нас пошли такие серьезные, суровые исламистские течения в этот момент, в период Чеченской войны, то есть это все имело фундамент для того, чтобы прорасти всем этим учениям и теориям, а также могли оговорить, что женщина не верна своему мужу, или совершила какое-то предательство против рода, была семья в нашем районе, которые женщина с мужем, они спасали российского солдата, когда-то в советские времена, когда еще были советские времена и дружба народов, то вместе чеченец и русский служили в армии, где-то, где-то далеко не в Чеченой Ингушетии, и так получилось, что сложные отношения, тоже дедовщина не так процветала, как нынче, но все-таки были случаи агрессии, унижения и так далее, и этот чеченец оказался между жизнью и смертью, и русский парень с друзьями, он был там лидером в своей группе друзей, он его спас, он его отбил от мучений, от буквально попытки его убийства, и они стали кунаками, то есть они как бы стали как братья, как побратимы, вот, и они друг к другу в гости стали ездить впоследствии и дружить, и тут начинается первая чеченская война, а этот парень, он продолжил карьеру военную, ну, со временем, там это 80-е ведь годы были, он стал летчиком, именно военным, и получилось так, что отправился бомбить город Грозный, и там такая история была, что чеченские боевики захватили в плен, каких-то военных убили, а вот этого парня тоже хотели казнить, и чеченец, наш сосед, он сказал, что сам его казнит, потому что вот было очень много отрядов, он был командир, то есть он был не просто обычным чеченским боевиком, обычным воином, он был над группой, то есть его слушали, он был уже в летах, он уже был в годах, то есть у нас в Чечне в 30-35 лет это очень взрослый человек, у которого может быть 10 детей, например, к тому времени, почти мудрый уже, почти уже мудрый старец, совсем другой возраст, соответственно, женщине 35-40 лет это бабушка, у которой есть внуки, реальная бабушка, и поскольку женщины в основном много у них деток, они выглядят очень взрослыми в том возрасте, когда в Европе, в европейских странах, это может быть молодая девушка, которая только подумывает к 45-ти завести семью, то есть вот так, и чеченец командир отбил уже у своих этого русского летчика, сказал, что сам его казнит, что он очень на него разгневан, ведь он бомбил Грозный и так далее, и там подобное, ну и они его с женой спасали, они его прятали, они придумали для соседей историю, что это не мой брат мужа, то есть он не мой, он не умеет говорить, не может говорить, сказали ему отзываться на имя Рамзан, и соседи подозревали, подозревали, что их обманывают, что на самом деле история нечиста, потому что еще в восточном мире все друг за другом следят, сплетничают, распускают разные байки, это очень опасно, потому что военное время это приводит к смерти, к убийствам, и в мирное время, но в военное особенно, потому что вообще никакие законы не работают, вот они его спасали, они его прятали, однажды возникла такая ситуация, что все-таки к ним другой отряд чеченских боевиков пришел в дом, а мужчин не было, была только женщина, подруга моей матери, с детьми, много детей, и ей, значит, сказали, что точно ли это родственник твоего мужа, или вы прячете все-таки врага, которого надо казнить, убить, и она поклялась своими детьми, что это родственник ее мужа, потом она пришла к маме, очень плакала, очень трясло ее, ей было плохо, мама давала ей валерьянку, успокаивала ее, потому что эта женщина, она оказалась на перепутье, с одной стороны, она ненавидела всех русских, желала русским смерти, ее возмущал поступок ее мужа, совершенно искренне, и при этом, как покорная и правильная, то есть, очень правильная жена чеченка, она полностью подчинялась воле мужчин своего рода, и поскольку ей сказали, что этот русский летчик виноват, этот русский летчик достоин казни, и этот русский летчик должен быть убит, он там был ранен, они его лечили еще ко всему, его вытащили из горящего самолета, хотели добить, там такая была история изначально, но вот мы его прячем, мы это делаем потому, что когда-то он с друзьями спас вот этого чеченца, ее мужа, то есть, ей так муж сам и объяснил, что я ему обязан жизнью, и я поклялся когда-то вернуть ему долг, а мое слово важнее всего в этом мире, важнее войны, важнее даже каких-то убеждений, традиций, да, будь любой другой на его месте, не пощадил бы ни одной секунды, но ему я верну долг, когда-то он меня спас, а вот сейчас я возвращаю долг, и это, наверное, чисто по-восточному, это чисто по-чеченски, и женщина вот в такой ситуации, она вынуждена, вынуждена в рамках своей семьи, в рамках того общества и менталитета, в котором она находится, подчиняться и психологически принимать ту ситуацию, которая происходит рядом с ней, которая происходит в ее семье, в ее жизни, потому что война, это война, это охваченная огнем определенная территория, но там у каждого будет своя история, и женщина вот на таком перекрестке миров западно-восточном, она все-таки подстраивается под мир мужчин, подстраивается под идеологию, которую ей внедряют, внушают с детства, что женщина это создание второго плана, и оно полностью подчиняется воле хозяина и господина в доме, и от ее желания очень мало что зависит, при этом женщины русские, которые там же проживали, они тоже старались никогда не вызывать гнева мужчин, и старались жить в соответствии с вот этим укладом, когда мужчина важнее, сильнее, знает больше и его слово выше, выше всех, и если какая-то женщина была наделена определенной мудростью, то к ней иногда приходили за советом, но как у нас говорили, что у женщины можно спросить совета, если она очень мудра, но сделать все равно по-своему, но это только к определенным женщинам, которые уже прославились тем, что они давали очень много дельных советов, допустим, мужчинам своей семьи, что-то получалось очень хорошо и так далее, поэтому женщины очень боятся сплетен, оговора, это может приводить к смерти, к проблемам, к насилию, и я читала, что во время Великой Отечественной войны тоже женщины очень опасались и впоследствии вот эти оговоры, оскорбления к людям, которые не имели отношения к каким-то либо преступлениям или разгулу, очень им портило жизнь, вызывало дополнительные травмы, потому что люди достаточно жестоки в своих выдумках, в байках, а если в западном мире это травма, это депрессия, это панические атаки, это допустим, даже может быть выражено в том, что человек начнет испытывать приступы, удушья, ему может быть плохо с сердцем и так далее, то на Востоке в самых таких ярких, скажем, случаях это может быть убийство чести, это может быть убийство даже соседями, соседки, что она позорила их улицу, она с оккупантами сотрудничала, она позволяла себе лишнее, позволяла на себя смотреть и так далее. Мы говорили про гормональный фон, что на войне у женщин он очень резко меняется, да, еще ведь рождаются дети под обстрелами, у нас женщина соседка была на девятом месяце беременности, когда началась летняя война 1996 года, и вот под взрывами у нее кроме того, что вот-вот на подходе ребенок, она у нас в квартире пряталась в какой-то момент, у нее еще пять погодок, молодая женщина чеченка, она все время боялась, что если нужно, чтобы ребенок рождался, что же делать, если роды, а тогда у нас же тенденция пошла уже прямо к Афганистану, прям прямым ходом у нас к странам Востока, пошли учения, и значит ей советовали мужчины, которые имеют право голоса, их голоса выше всех других на Востоке, соседи, ее мужа не было рядом, он пошел воевать, что нужно молиться, вот если роды, тоже такая практика имела место во время войны, читать молитвы, я когда смотрю рассказ служанки, я вот если кто не видел, всем советую хороший сериал, именно сериал, не фильм, а сейчас сняли такой длительный достаточно процесс по книге, длинную историю, так вот, там все молятся, пока женщина в корчах умирает, не оказывают никакую помощь, и так далее, вот у нас было нечто наподобие с 1996 года, и примерно посредину нулевых, то есть я уезжала оттуда, это был 2004 год, практика имела место, почти в каждом подъезде, на каждом этаже жила женщина, мы тогда переехали в район, где дома не так, чтобы сильно разбиты, как в нашем, где-то в подъездах квартиры сохранились, одна-две на этаже, не все рухнули, и там тоже были женщины молоденькие, 14-16 лет уже в положении, и несмотря на их крики, на то, что некоторые едва не умерли, из них нужна была помощь врачей, мужья просто запретили даже обращаться к тем врачам, которые находились в тот момент в городе Грозном за помощью, то есть если бы женщина умерла, это была бы воля Всевышнего, а чтобы ей помочь, нужно было читать молитвы, я помню, как моя мама утешала соседку в 96-м году, которая была на девятом месяце, а у нас прямо по двору стреляли из миномета, из БТР, у нас там дети были в осколках, там был настоящий ад, и моя мама постоянно шутила, то есть запах гари, этажи обрушаются, мама шутит, а я значит либо истории какие-то травлю, рассказываю, либо стихи читаю, либо молюсь, ну то есть у меня свои утешения, свои вот такие ритуалы, либо дышу по йоге, и учу окружающих, мол вдохнули глубоко, задержали дыхание, выдохнули, даже те, кто крутили пальцем у виска и считали все это бесполезными занятиями, постоянно потом со временем видя, что я продолжаю улыбаться, значит шутить, они втягивались в этот процесс и с удивлением, с удивлением сообщали, что помогает, то есть да, ну это для людей, у которых есть такая, знаете, саморегулировка, это ведь еще не все подвержены этому, кому-то нужно, чтобы со стороны кто-то помог, то есть ну у всех разные подходы, вот, мама всегда шутила, говорила, что я у тебя роды приму, все будет хорошо, и действительно у этой женщины все закончилось благополучно, я это к тому, что женщины страдают, страдают тем, что нет медицинской квалифицированной помощи, а у нас дело в том, что в Ичкерии со времен Джохара Дудаева, вот еще важный факт, у нас не работали больницы, поликлиники, детские сады, вот с 91-го года, до войны еще было три с половиной года, пенсии, пособия, зарплаты, это понятно, уже не платили, а такое, чтобы принести ребенка, женщина могла, показать ребенка, вот у меня ребенок, у него температура, не было такого, нужно было искать знахарку, или женщину, которую читают молитвы, пожилую, такую, ткнись подношениями по-восточному, чтобы она молитвы почитала над ребенком, а если попадался какой-то врач от Красного Креста, или каким-то случайным образом попавший в город Грозно, обычно его требовали себе чеченские боевики, которые тоже были все в осколках, и им нужна была помощь, и они воины, то есть они важнее и главнее, как вы понимаете, любой женщины и ребенка на тот момент для защиты своей земли, либо российские военные требовали себе врачей, потому что российские военные, они представляли официальную власть Москвы, то есть официальную армию, которая сражается с повстанцами, с непокорными, непокорных карает, как пел Тимур Муцураев, Барт, чеченский известный, то есть они представляли собой официальную сторону войны, а поскольку тоже попадали под осколки, под то, что их ранило, контузило, им тоже были нужны врачи, поэтому врачи были на расхват, и, соответственно, обычные мирные люди не могли получить помощи практически никакой. У нас по соседству жила семья, мама русская, папа азербайджанец, и два мальчика, вот как-то папу сильно ранило в родном дворе, и ребенок, мальчик, он тогда был подросток, по-моему, семиклассник, он бежал под обстрелом, по нему там стреляли снайпера, в общем, он еле-еле добрался до какого-то пункта под обстрелом, где были врачи, он плакал, умолял, чтобы они до их района, до их переулка, это был частный сектор, они были нашими соседями по подъезду, у них еще был частный дом, и чтобы как-то туда приехали, и через несколько часов врачи от организации волонтеров в их районе, там какой-то маленький пункт, тоже там сотни запросов, если не тысячи, каждый час, и им нужно выбрать, кого спасать, и они пошли с этим мальчиком, пробирались, там машина не могла проехать из-за обстрела, но отец скончался, не дождался помощи, страшные осколочные ранения, а вот ребенок рисковал собой, бежал, в общем, мама их была безутешна, тоже очень такая история трагическая наших соседей, и еще есть такая тенденция, когда люди, особенно женщины, девушки, и некоторые мужчины, я не скажу, что это только прерогатива женщин, нет, но в основном во время войны, кто был в зоне войны, в зоне конфликта, подвергался насилию, пыткам, реальным физическим пыткам, психологическим пыткам, когда такой человек впоследствии сталкивается с неординарной ситуацией, то есть ситуацией, в которой он чувствует опасность, в ней есть тревожность, в ней есть вот этот раздражитель психики, нервной системы, и всем своим существом человек ощущает опасность, он начинает смеяться или улыбаться. Вот после десяти лет войны в Чечне я называю это человек, который смеется в честь романа Гюго. понятно, понятно, что если мы будем говорить про роман, то там торговцы над детьми издевались, то есть это была издевательская операция, когда человек уже не может по-другому, у него все время этот оскал, эта улыбка, а в случае психологической травмы очень серьезной, либо такого среднего, скажем, уровня, то человек таким образом защищается. Это одна из первейших защитных реакций, поэтому когда люди попадают в неловкую ситуацию, в страшную ситуацию, в опасную ситуацию, если они начинают смеяться, шутить, не все это понимают адекватно, не все понимают, что это вот такая первичная, очень сильная защитная реакция. Я, например, всегда начинаю шутить, смеяться, травить байки, если падает лифт, если, например, трясет самолет или еще что-то в этом роде, это все с войны, потому что когда человек находится близко к смерти, у него вырабатываются первичные, вторичные и так далее защитные реакции. Вот смеяться, хохотать, шутить, показывать, что дух не сломлен, хотя человеку может быть очень страшно, он ощущает опасность, эта опасность совершенно реальна, и он смеется, то есть у него всегда улыбка, и не стоит к этому относиться, как будто бы он не переживает за судьбы окружающих, то есть это вот у многих я замечала, и я почитала психологов, которые изучали воинов с афганской войны, и это ярко выражено, это описано, то есть до того, как я сама оказалась внутри этого исследования, не по своей воле, я просто не могла выйти из этих десяти лет войны, сначала мне было девять лет, и куда бы я вышла, я даже не, для меня вся вселенная это город Грозный, и окружающие села, и маленькие городки, затем мне четырнадцать, страшная война, а нас ведь воспитывают в невероятной покорности старшим, у нас исламизация, шариат, мы учим Коран, родители это все, там рай находится под ногами матерей, это достоверный хадис, из свода достоверных хадисов, а хадисы являются фундаментом шариата, то есть исламского права, и как же я оставлю мать, как можно оставить маму в таких условиях, когда этажи падают, а мама ни в какую не хотела, она знала, что в русских регионах нет помощи, что люди ночуют на улице, так оно и было, и мама говорила, нет, давай погибнем дома, нет, давай погибнем дома, и я не смогла вот в 14 лет ее оставить, и осталась вместе с ней, то есть разделять ее участь, убьют нас там или бомбой, или расстреляют, ну вот решила остаться, чтобы беречь ее по мере сил, самой что-то добывать, еду, воду и так далее. Надо сказать, что женщины ведь не одни находятся в военной зоне, там очень много мужчин, часть мужчин они идут воевать, и здесь тоже два разных психологических подхода, в одном случае человек взрослый, и он понимает, что война, он идеологически готов защищать родную землю, допустим, если мы говорим про Чеченскую войну, то не все люди разделяли идеи Джохара Дудаева, наоборот, были два огромных митинга, один против, другой за, и называли уже Дудаева и шайкой, и то, что они раздербанивают всю республику, его родственники, но, но, в тот момент, когда Кремль, когда Борис Ельцин не послушал Госдуму, и когда Кремль отправил именно армию, войска на Чечню, даже те люди, которые не разделяли идеи Джохара Дудаева, не поддерживали все его вот эти идеи с независимостью и хотели быть либо союзной, либо автономной республикой, жить в ней, они похватали оружие, и мы идеологически готовы, то есть, они были готовы, они говорили об этом, это были взрослые, там, от 30 до 60, скажем, и они были готовы воевать, защищать, им уже было неважно, Дудаев президент или какой-то другой лидер вдруг появится, они были там не согласны с политикой, но сам момент, что к ним в их дом идут с ракетами, бомбами и будут свои порядки устанавливать, они решили этого не позволить, и вот это очень сильно объединило именно чеченский народ, именно само вторжение, потому что власть Дудаева, если говорить откровенно, трещала по швам, были очень много тех, кто не согласны, они были в оппозиции, и первый вот этот вот тип мужчин, это полностью идеологически готовые воины, дело в том, что в Чечне, Ингушетии, Дагестане, в республиках Кавказа мальчики с детства, с 5-7 лет убивают животных, они помогают дядям, папам, курица, бычок, уже более старшие мальчики, барашек, я сколько знаю чеченок-ингушек, они говорят, что а мой брат в 7 лет зарезал барана, а мой брат в 5 лет значит отрубил голову петуху или зарезал, потому что на Кавказе вообще принято резать, ну детям может разрешают и отрубить, вот, так это к чему? К тому, что к 30 годам это настоящие воины, они и со скотиной умеют, потому что большие хозяйства, и женщины привыкли помогать своим мужчинам, и они готовы и воевать, и убивать, и они рассудительны, и у них есть определенная тактика, потому что кто-то был в армии, кто-то был в каком-то тренировочном лагере, кто-то, это же времена 80-е и 90-е годы увлекся каратэ, были такие полуподпольные, запрещенные клубы в Чеченой Ингушетии, там все занимались каратэ, моя мама ходила в такой клуб и занималась каратэ, я поэтому знаю, это настолько люди с восхищением к этому относились, с придыханием, просто 2-3 часа в определенные дни недели они тратили на эти тренировки, чеченцы Ингуши, они очень склонны к спорту, они выкладываются на все 100%, и конечно, это готовые воины, и у них есть еще и такая психологическая зрелость, а вот второй тип мужчин, которые тоже находились в военной зоне рядом с женщинами, и которые пошли воевать, у них не было вот этой идеологической подоплеки, а психика была очень незрелой, и самостоятельно справиться со всеми травмами, событиями, с тем, что происходит вокруг, с этими смертями, они не могли, и такие люди, они увлекались либо наркотиками, либо они шли по какой-то кривой дорожке, начинали там пытать, убивать кого-то, оговаривать, вот у нас особенно отрывались на не-чеченцах, то есть на людях, которых называли русскими, а русские это все не войнахи, то есть если рядом были сильные и такие нравственно, достаточно высокой нравственности, люди нравственные такие, они их пытались удержать, но это же было не всегда, и все отряды были разными, а также были мужчины рядом с женщинами, которые просто воровали, мародерствовали, то есть они были мародерами, они прятались буквально за женщин, отправляя их за водой, за едой на рынок, старались не выходить, чтобы чеченские боевики не упрекнули их, мол, как же так, мы воюем за нашу родину, а вы штаны просиживаете, люди в войну становятся агрессивными, и соответственно, вот такие упреки, такие высказывания резкие, их можно было очень часто услышать, а российская армия, российские военные, они тоже могли придраться, они боевик ли ты часом, а на самом деле перед ними был мародер, или местный убийца русских стариков, который даже не думал защищать Эчтерию, то есть еще целый пласт вот таких людей, которые схоронились, которые за женщинами прячутся, и стараются поменьше выходить в военной зоне, и соответственно женщинам приходится их покрывать, защищать, придумывать какое-то алиби, если они участвуют в преступлениях, и в мире востока это совершенно нормально, то есть закономерно, так оно и бывает, и поскольку у нас там перекресток миров, то в общем-то у нас мир востока, я бы сказала, преобладает над западным, хотя некоторые моменты из западного мира тоже присутствовали, по крайней мере в то время, когда я была там, и когда еще по процентам разных народов было много, ну то есть не так, чтобы мононациональная республика, как, например, сейчас в 2022 году. Женщины, например, в Кавказских республиках, они очень такие сильные духом, они стараются не сдаваться, не все остаются живыми, потому что убийство честнее никто не отменял, и также на них нападают разные люди, причем с разных сторон, разных группировок, разных политических взглядов, при случае, когда женщина не может себя защитить. Например, вот из моего дневника, в Старопромысловском районе, после того, как вошли военные, были обнаружены трупы молодых женщин, которых изнасиловали, потом связали и заживо сожгли облив керосином. Я боялась писать такие вещи, потому что опасно, могут убить за это, а сейчас думаю, все равно умирать, так хотя бы за правду. Это просто цитата из моего дневника. И, кстати, эти женщины были русскими по национальности, то есть их поймали, вот издевались, и потом сожгли. И, конечно, как и сотни, тысячи других военных преступлений, это просто где-то осталось, а потом начинаются новые войны, новые конфликты, и уже никто не будет разбирать старые. Я поражаюсь наивности людей и вот этой наивной детской вере, что, ой, мы зафиксируем, а потом будет трибунал, и все как предстанут перед трибуналом, да никогда еще такого не было. Ни во Вторую мировую, ни в Японии, ни когда с Китаем были проблемы, ни про Чеченскую войну, ни про Норд-Ост, когда вот эти все события в Москве произошли, ни в школах в Беслане, чтобы вот все прям предстали на трибунале, вот все ответили. Это вот такая тоже наивная вера, она живет в людях во время военного конфликта, особенно женщины, они то проклинают, то молятся, то наивно верят, что а преступников то судят. Но и остается утешаться в основном тем, что но если не в этом мире, то в каком-нибудь другом. И тут значит мы как бы плавно из нашей реальности оказываемся на 3000-4000 лет назад, тогда как раз тоже верили и в Индии, и в Китае, что вот я возьму у тебя долг, а потом в следующей жизни или через одну, ну как-нибудь мы свидимся и я тебе отдам. То есть такое мировоззрение оно очень древнее и оно служит утешением, оно служит людям утешением. И люди часто утешаются, особенно женщины, что да вот ничего, но если не в этом мире покарают, то значит где-то когда-то кто-нибудь. Так, вот еще тоже из дневника. Во вторую чеченскую, так вторая чеченская началась осенью 1999 года. Во вторую чеченскую воевать в российскую армию наемниками отправили многих уголовников из тюрем. Это дневник чеченский. Им скашивали сорока за их военные в кавычках заслуги. Не потому ли столько заживо сгоревших женщин облитых бензином, расстрелянных мужчин и детей, убитых под пытками старух. Зачем к нам отправили преступников? Их боялись простые русские солдаты, срочники, и даже предупреждали нас, наемники идут, прячьтесь. Они никого не оставляют в живых, у них приказ свыше. Вот молодые солдаты, им было лет 19-20, может быть кто-то чуть старше, они настолько их боялись, вот этих 30-40-летних мужчин из тюрем, что предупреждали мирных жителей. И нас несколько раз предупреждали в войну, что в тот район не ходите, там всех убивают, кого найдут. Сами российские военные про какие-то части, набранные из уголовников. Я искала материалы, мне как-то был задан вопрос здесь студентам, что а какой источник может это подтвердить, что там были уголовники. Я задумалась над этим вопросом, надо сказать. Дело в том, что я и есть источник. Никто в этом мире не может сказать, что он 10 лет провел на чеченской войне. Ни один журналист, ни один правозащитник. Ну два дня, три, ну в знакомой чеченской семье, ну глядя ее глазами, под защитой этой семьи. Приехав в Ингушетию или в Северную Осетию, там на кортежах встречал определенный чеченский род, вез российских журналистов к себе, рассказывал истории, которые считал нужными рассказать русским журналистам, принимал, и вот люди, европейские журналисты, русские журналисты, они все попали в эти ловушки, то есть они не вышли и не опросили местных жителей, они попали в семью, им там рассказали массу историй, их повели к другим знакомым, они находились под защитой этой семьи, и в большинстве своем они посмотрели глазами этой семьи, через призму истории этой чеченской семьи, находясь под защитой этого рода, и так они добыли все свои свидетельства, мы сейчас говорим о суперзинаменитых российских журналистах, то есть я и есть источник, единственный пока в мире, но этого мало, это всего лишь мои слова, и им можно либо верить, либо нет, поэтому я заморочилась еще больше, я стала искать статьи от 95 до 2002 года, я стала искать статьи, чтобы понять, а кто-то еще писал или говорил из известных вам журналистов об этом, и я нашла, представляете, я нашла статью на радио Свобода, где журналист Бобицкий, он тогда вполне себе считался приличным человеком, хорошим таким, либералом, ничего не кричал про Крым, хотя кто-то может и сейчас его считает очень достойным, но потом я помню, что была среди журналистов такая смута, и в общем не все отнеслись положительно к его последним убеждениям и утверждениям, и вот тогда Бобицкий на радио Свобода заявил, что у него была беседа с госпожой Политковской, с Анной Политковской, то есть это вообще знаковая для чеченской темы имя, потому что человек многократно был у нас, пусть и по несколько дней, это не важно, но он спускался в ад, потом возвращался в тепло, уют, к чашечке кофе и музыки, но в ад спускаться страшно, поэтому люди все равно герои, которые к нам приходили, разумеется, и вот в его интервью на радио Свободе говорится, что они с Анной Политковской вели беседу, и в этой беседе Анна Политковская сказала, что в Чечню отправили людей, связанных с тюрьмой, которые официально якобы работали в тюрьме, то есть оформлены они были как работники тюрем, которые завербовались воевать в Чечню, вот такая беседа есть на радио Свобода в начале нулевых, если вы в гугле поищите, вы найдете, потому что, конечно, они ведь не могли их оформить, как будто это уголовник-рецидивист идет убивать людей в Чечню, то есть этот разговор Бобицкого и госпожи Политковской, он косвенно указывает на факт из моего чеченского дневника, и эта связь прослеживается очень даже хорошая, так, еще из дневника, поскольку о дневнике говорили, август 96-го года, у тети Мария в квартире спит девушка, ее Лейла зовут, у нее длинная коса, сама она худая-худая, без платка, мама и тетя Мария давали ей еды, она отказалась, только кофе выпила, чашку, Лейла боевик, ей 19 лет, русские солдаты пытали ее мужа и убили, а они сбросили его и других людей на заводе в известь, мама говорит, кошмар, сожгли заживо, и Лейла все узнала, она оставила ребенка двух лет с бабушкой и дедушкой и взяла автомат, никогда не держала в руках оружие, а сейчас убили ее мужа ни за что, и она взяла и теперь воюет, это запись из чеченского дневника, то есть вот некоторые женщины даже таким образом оказались на войне, ну понятно, что, конечно, если в историю мы посмотрим и такую альтернативную, реальную, там и легенды об амазонках, храбрых воительницах, и Жанна Дарк, ни у кого не вызывает сомнения, героиня Франции, в России Надежда Дурова и так далее, и так далее, то есть находятся женщины такие храбрые, которые, да, берут в руки оружие и идут защищать родной край. Хотела рассказать еще одну очень интересную историю и так чувствую, что времени уже сегодня у нас нет. Ладно, все равно расскажу, еще минут 15 точно есть. Значит, о разнице менталитетов. Нужно еще понимать, что женщина в опасности из-за того, что, как мы уже и говорили, мужчины восточного менталитета считают мужчин западного менталитета, славянского, русского, такими представителями немужского пола, скажем, хуже женщин. Ну, то есть они их искренне и от всей души презирают, и это факт. И, конечно, какой-то интеллигент в очках, который читает лекции в университете, встретившись в подворотне с такими хулиганами очень накачанными и крутыми, он чувствует себя неловко и готов им все сразу отдать, чтобы быть не сильно избитым. А избитым он, скорее всего, все равно будет, потому что людям хочется почувствовать свое превосходство. Я читала книгу, всем советую, кто не читал, разговор с варваром Пола Хлебникова. Он там ведет беседы с известным чеченским активистом господином Нухаевым. Этот господин Нухаев, человек крайне опасный и Пол Хлебников, как известно, был убит, просто застрелен после выхода книги. Он рассказывал там самые разные истории своей юности и молодости. И была такая, значит, у чеченских националистов игра в советское время. Они выходили, будучи молодыми, и тотем, символ, у нас же волк, а волк, он всегда на своей территории главный. Какие бы дикие кабанчики туда не забегали, даже лиса, все равно волк главный. А уж с баранами и с курицами он совершенно не церемонится, с зайцами. И вот, чувствуя вот этот тотем, чувствуя этот символ, молодой Нухаев выходил на улицы со своими соратниками. Каждый даже поодиночке, не в смысле, что толпой, а иногда, конечно, наверняка и вместе. И они встречали какому-нибудь вшивово-интеллигентишку в кавычках. Ну вот так называли людей, которые были физически не очень сильны, хотя они могли быть развиты с точки зрения интеллекта. И они его били, просто били ни за что. Били, как говорится, от души. Просто потому, что могут, потому, что они сильные, потому, что это их территория. И вместе с тем они прикармливали какую-нибудь старушку по соседству. Тоже русскую. Обязательно хлеб дадут. Если к подъезду подойдет с тяжелыми сумками, давайте мы вам, значит, сумки поднесем, поставим, и будете, как бы, вы наша, как вторая мама. Банку варенья принесут. И затем, затем он описывает полхлебника в этой книге, когда милиционер участковый спрашивал у пострадавших, это же было там каждую неделю, месяц, то есть какой-то определенный период, как выглядели те, кто кричали националистические лозунги, били вас по лицу, сломали вам ребра. И человек давал определенный портрет, то пару раз было, что участковый даже правильно стучался в правильные двери, чтобы познакомиться, так сказать, с молодыми волками. И тут же волки оборачивались такими, как сказать, как оборотни, принцами и говорили, а вот старушка, заранее прикармливали, значит, она скажет, какие мы хорошие люди. Ну и старушка, конечно, тут же говорила, что да, они же мои сыноченьки, внученьки, мы, значит, так их любим тут все, настоящие мои внучки, все мне помогают, вот и сумочку поднесли, это и то. И участковый, поняв, что такие благородные молодые люди, ну никак не могли быть вот этими хулиганами, которые издевались и избивали людей на улицах по соседству, извинялся и уходил. И господин Нухаев это описывает, как блеск, шик, как восточное развлечение, как мудрость чеченских националистов. И надо сказать, что в восточном, значит, менталитете это вполне нормально. Я вот хочу, чтобы у вас ни у кого не было иллюзий, и вы своих мужчин, своих братьев, сыновей всегда предупреждали, что в восточном менталитете всегда существует некий розыгрыш, когда в одной руке кинжал, а в другой чаша с фруктами, с конфетами, со сладостями. Ах ты, мой брат, заходи. Но кинжал он уже приготовил. Это чисто восточно. Я выросла в этом 20 лет своей жизни. Я знаю, как по нотам эти истории, как они... Это нельзя сказать хорошо или плохо. Мы живем в мире, где все относительно. И поэтому нужно просто принимать, что восточный менталитет именно такой, вот как я только что описала. И у нас был случай, мы подружились с семьей, с русской семьей. Это уже было после Второй Чеченской войны. И женщина рассказывала, они жили на третьем этаже, достаточно высоко. Значит, как на площадку однажды пришли их убивать во времена Ичкерии. Это было очень часто. Приходили очень много и ко всем практически. Ну, где-то чеченцы выбежали, защитили, дружили с русской семьей. Где-то ингуши, вот за нас часто ингуши заступались, домой отчим чеченец. И тут, когда их пришли убивать, группа людей, ну, военное время, квартира у них неплохая, обставленная женщина с девочкой, жилье никто не покупает, Ичкерия. И вот с криками русские свиньи, сейчас зарежем, твари, все не люди, потомки оккупантов, а у них дедушка был, значит, ученый, приехал в Чечню, преподавал в ВУЗе когда-то, там, прадедушка, там еще кто-то, значит, мама у нее врач в больнице, ну, вот, и к ним с криками русские оккупанты, сейчас будем резать, начали вламывать дверь. Женщина уже в возрасте, поздний ребенок, муж умер, она вдова, и девочке было лет 15, как раз я с ней подружилась потом, вот, и она стала метаться, ну, что делать, этаж высотный, не выбежишь, ничего, и, значит, поняв, что резать-то будут, дверь уже трещит, она выбежала на балкон, то есть, помимо всех напастей, помимо войны, взрывов, опасностей, значит, не чеченцы, они еще переживали факты геноцида, это абсолютная истина, читайте у Александра Столженицына, и я подтверждаю, вот, и она выбежала на балкон, схватила швабру и стала бить по соседскому балкону, там жила семья чеченцев, которые, вроде как, с ними много лет дружили, она в этом доме прожила несколько десятилетий, женщина, и она стала стучать шваброй по балкону и кричать, звать помощи ниоткуда, как говорится, ни полиция, ничего не существует, военное положение, помогите, помогите, нас убивать с дочкой пришли, помогите, помогите, а соседи вышли на балкон, большая семья чеченцев, и стали смеяться, прям стоят, смеются, когда уже вас русских свиней-то все зарежут, когда уже очистится-то наша республика, когда же вы отсюда все исчезнете, она говорит, я своим ушам не поверила, мы много лет праздники справляли, я им подарки носила, их мамам, их бабушкам, там, а там вышло несколько человек из семьи и стоят, ржут, и я, говорит, понимаю, что помощи неоткуда ждать, абсолютно неоткуда ждать помощи, и у меня, говорит, даже швабра из рук выпала, в том смысле, что я уже все, я приготовилась, что нас сейчас с ребенком убьют, как убили там очень многих уже по соседству, а кто-то посчастливилось, убежал, в чем стоял, но там соседи чеченцы заступились, а вот наши даже не хотят слова сказать, а дверь уже трещит, уже дверь у них сломали, уже с одной петли сорвана дверь, дочка мечется, плачет, молится, не знает, что делать, это же еще не факт, что ее просто вначале убьют, и тут появился местный наркоман, наркоман, значит, человек нехороший, сразу скажем, нравственно отвратительный человек, он к этой девочке все ввязался в дружбу, ну, такую, чтобы сделать ее своей наложницей, и тут он, значит, услышав шум, поднялся к ним на этаж и увидел, что все, что сейчас этой русской семье, значит, наступит конец, а те люди, которые к ним ворвутся, они заберут их в квартиру, как водится, а трупы куда-нибудь выкинут в мешках, тоже как водится, и он стал кричать, что это русская семья его рабы, что он их уже взял себе, чтобы чеченцы другие не смели на них иметь виды, что квартира его, а у него с собой был нож и пистолет, что тоже абсолютно нормально для наших мест, но и в итоге, признав его право, а все знали, что он к этой девчонке неравнодушен во дворе, этот отряд ушел, ушел, то есть он, когда к ним вошел в квартиру, дверь упала, и он зашел, и на основании того, что он их спаситель и благодетель, разумеется, он стал ими повелевать, прошло несколько лет, и мы из своего района переехали в их район, в чужую квартиру, куда нас пустили друзья чеченцы, пустили, потому что наша квартира упала в подвал, провалилась, там подвал вот такой маленький был, как для крыс и кошек, все этажи рухнули, и мы переехали, и в тот момент эта девушка уже родила девочку этому наркоману, ну, этому человеку, вот, который за них заступился спасителем, и он вел себя нагло, приходил к ним поесть, бил ее мать иногда, если ему казалось, что она не так на него смотрит, эту девочку, девушку он называл наложницей, его родственники иногда передавали молоко, даже коляску старую принесли ребенку, конечно, сказали, что если бы мальчик родился, то сразу бы забрали, никогда бы эта мать недостойная по национальности его не увидела, мальчика бы они воспитывали сами, но девочку ей оставили, ее дочку, оказав великую милость и добродетель свою показав, и, значит, он не только что женился, об этом речи быть не могло, тогда старейшины решили у нас в Чечне, что у каждого чеченца должны быть несколько жен чеченок, чтобы восстанавливать кровь народа, но он считал ее своей наложницей, все знали, что трогать ее нельзя, что она принадлежит только ему, эту квартиру он сказал оформить на себя, когда ее мать умрет, у матери он забрал документы и паспорт, а без них из территории Чечни было не выйти, и я помню, как мы гуляли вокруг дома, большого такого дома, серого, частично облупленного и сгоревшего, но на некоторых этажах можно было жить, вот мы жили, и они в соседнем подъезде, и я ей говорила, тебе надо бежать, бери ребенка и беги, просто беги, может быть, ты добежишь до Красного Креста, может быть, ты добежишь до российских военных, до какой-то базы, хотя они людям не помогали, и факты геноцида никогда не вмешивались, и вообще такая политика была, что про это все надо молчать, и журналисты об этом молчали, я говорю, может быть, ты хоть до журналистов каких-то доберешься, она говорит, нет, он забрал документы у мамы, он забрал документы на квартиру, и если я побегу с ребенком, меня убьют и маму убьют, я не могу, я не могу, я никуда не уйду, я буду ему подчиняться, вот сколько он меня с девочкой не разлучит, я буду ее видеть, я буду иметь право ее видеть, я так люблю, дома рожала, по местным традициям, в больницу не отпустил, вот, и я поняла, что у этой женщины настолько сильно развился стокгольмский синдром, что она даже его оправдывала, я говорила, ну он же насильно заставил тебя подчиняться, она говорила, ну он же наш спаситель, ведь нас бы зарезали, зарезали как скотину, наши ближайшие соседи смеялись, когда нас пришли убивать, а он защитил, ну и что, что он употребляет наркотики, это наш спаситель, мы всем ему обязаны, он может нас бить, если хочет, мы отдаем ему самое вкусное, ему и ребенку, если есть какая-то еда, он для нас самый главный, вот этот парень чеченец, я ей говорила, давай я тебя освежу с какими-то правозащитниками, у меня была наивная вера, что правозащитники людям помогают, вся моя жизнь доказательства обратного, но я тогда искренне в это верила, но он сказала, нет, это наш спаситель, этот человек, значит, для нас очень-очень важен, и вот, прочитав книгу господина Хлебникова, где он беседы с, вот этим известным лидером среди чеченцев, Нухаевым, вел разговор с варваром, я поняла со временем, что вполне возможно, что в восточном стиле был такой розыгрыш, то есть люди, которые пришли их убивать, на самом деле были дальними родственниками или друзьями этого парня, ведь в какую психологическую ловушку он поймал этих женщин, что ему отдали документы, а без паспорта расстрел, если поймают военные, у матери он забрал все документы, в их квартире он хозяйничал, девочку он сделал своей рабыней, наложницей, она родила ему еще девочку, а насколько эта история была, что он спаситель, или так совпало, но в рамках восточного менталитета вполне мог иметь место вот такой очень злой розыгрыш, потому что судьбами людей играют, особенно судьбами женщин, особенно судьбами беззащитных женщин, и в древней Греции философ Платон выступал очень активно за равные права женщин и мужчин, говорил, что женщин нужно уважать, говорил, что с женщинами нужно вести себя на равных, и всячески это пропагандировал. Однако, как мы видим, что со времен Платона все-таки в отношении женщин мало в каких странах что-либо изменилось, а там, где идет война, особенно, там женщина находится под угрозой, и под угрозой смерти, и насилия, и также психологической угрозой. Вот такая у нас сегодня лекция. Субтитры подогнал «Симон»